Привет, дорогие друзья! Это новый Федери Влог, и мы с вами сейчас отправимся на завод вместе с Василием Кмельницким. Он расскажет, почему он решил производить именно электрофурнитуру, и почему индустриальный парк в Белой Церкви поможет вам построить любой завод и производить что угодно. Что угодно, но производить. Делайте свое дело. Очень важно не влюбляться в свой бизнес. Человек, который не ценит доллар, он не будет ценить миллион. Почему у вас получилось? Это такая опасная вещь, что ты сейчас сказал. Бросай работу, начинай зарабатывать миллионы. Любая работа, любимая, если ты добился в ней успеха. Нет вечного бизнеса. Круто. Ты знаешь такое слово, как мечта? Конечно. Нравится? Конечно. Скажи, крутая, да? Вот я рекомендацию даю, поменяйте его. Вообще не употребляйте в жизни. Поменяйте, у нас слово цель. У меня есть цель, построить парк высоких технологий. Я понимаю, как это делается. Я ставлю под цель и к этому иду. Вот если ты не знаешь процессов, результатов никогда не добился. Поэтому, заместо того, что вы вставаете и идите вперед, надо понимать, куда ты идешь, с чем ты идешь, по какой, с кем ты идешь. Это очень важно. Поэтому, если ты хочешь построить, допустим, завод, как мы сейчас строим, ты должен понимать, где взять, какие затраты будут, какая прибыль будет, что твои клиенты, как ты можешь расширять этот бизнес, что ты, кого ты наймешь на работу и как ты мотивируешь людей. Потому что команда, это прежде всего. Идея, это отлично, да, от команды. Поэтому ты любое дело должен начать и глубоко понимать процесс. Плохо, что страна медленно экономически развивается. Но для местного бизнеса это есть конкурентное преимущество. Западников почти нет. Поэтому бизнес чуть-чуть примитивненький и простой. Вот представляете, сегодня сколько кофейн в Киеве зарабатывает, ну, довольно нормальные деньги. Они думают, что учиться это фан. То есть, о, да, так я был в прошлом году на одной лекции. Да, я там слышал, я был на каком-то семинаре. Да вот я, допустим, я учусь каждый день 2 часа. Вот с 8 до 10 я каждый день учусь. А можно подробнее? Вот вы дома сидите или вы на работу приезжаете? Я на работу. У меня учитель, я учу английский, я учу новые технологии, блокчейн. А как вы учите блокчейн? А блокчейн пришел преподаватель и сказал, смотрите, блокчейн это вот такая технология. Это супертехнология, потому что почти невозможно украсть информацию. Она сразу в многих местах. Но блокчейн это еще то-то, то-то. Сейчас, к сожалению, он упал, потому что технология есть, а на этой технологии нет новых стартапов, нет взрывных каких-то подходов. Но не исключено, что через время он снова поднимется вверх. Вот учитель по блокчейну, вы его где нашли? У меня есть в Юнит-Сити, там есть сообщество очень современных новационных компаний. Я просто звоню своим друзьям, говорю, найдите мне, пожалуйста, хорошую практику по, допустим, по Big Data. У нас там есть школа по большим данным. И там точно есть хороший преподаватель. Вот в следующий раз я хочу четко еще раз пройти по большим данным, потому что, когда мы говорим про искусственный интеллект, так мы должны понимать, что это большие данные, которые систематизируются и выдают просто подход, понимаете? То есть пока не робот, который думает, что делать, это алгоритм. На самом деле это алгоритм. То есть фактически 2 часа в день вы работаете с репетиторами. Точно. Как ребенок готовится к вузу, так вы готовитесь к жизни беспрерывно. Я тебе больше скажу. Мы сейчас запускаем программу через месяц. Вот сколько ты в среднем работаешь часов в день? Много. Ну сколько? Ну 10. 10. Вот, отлично, ты не поверишь. У меня все менеджеры работают 10 часов. И я-то работаю тоже 10 часов. Вот каждый день мы полтора часа учимся, это за счет работы. Я за это плачу деньги. Понимаешь, да? Вот ты работаешь здесь, мы менеджер 25 лет. Он у меня занимается какой-то, занимает какую-то должность. И он каждый день приходит на работу на 8 и полтора часа у нас обучение. И на самом деле моя задача подготовить свою команду к неопределенному будущему. Вот нам, мы, мы говорим, да, мы хотим, чтобы будущее было лучшее. Но если оно будет такое или хуже, то мы к нему готовы. Скажите, а какая первая реакция? Люди говорят, ура, ура. Все готовы. Вообще все готовы. То есть 8 утра каждый день? А хорошо, а в другое время вы читаете книжки, еще куда-то? Вот смотри, дальше. Это же не просто. В эти 10 часов входит три раза в спорт. И компания оплачивает тебе спорт. И ты также за счет рабочего времени должен пойти на спорт. Второе. Мы должны за месяц прочитать одну книжку. Но все одну и ту же книжку. И мы в субботу раз в месяц собираемся, подводим итог нашему обучению и обсуждаем эту книгу. Что очень важно, когда мы обсуждаем одну и ту же книгу, мы увидим, что разные люди по-разному смотрят на одну и ту же вещь. И это нормально. Но когда ты видишь, что человек просто имеет другую культуру, другой опыт, он на одну и ту же вещь не думает так, как ты, а думает по-другому, ты начинаешь воспринимать это позитивно. И как раз я почему говорю, что мы готовы к неопределенному миру? Потому что мы понимаем, что люди разные. Разные подходы, разная культура. Мы к этому готовы. Круто. Ты читал когда-нибудь книгу «Сем навыков высокоэффективных»? Конечно. Я читал давно, но года четыре назад, наверное. Вот четыре назад. Вот почитай ее сейчас. Вот прочитай ее радиоинтересно. Ты увидишь, что ты сейчас увидишь в ней другие подходы, чем ты видел четыре года назад. Потому что ты поменялся. У тебя больше опыта. А я считаю, что вообще «Сем навыков кома»… Одна из самых лучших. Одна из самых. Это как… Причем не по бизнесу, а про жизнь. Да. Чем еще хороша наша программа? Тем, что мы же утром учимся, а днем работаем. У нас не разорвана учеба и работа. Ты утром что-то можешь ценное поймать, а после обеда это внедрить в жизнь. И если ты видишь ошибку, познай ни своим коллегам. Спроси у них какого-то совета. Из менеджеров, которые разные, создаете какое-то комьюнити? Стимулируете, чтобы они между собой как-то общались? Конечно, я стараюсь построить экосистему, нетворк, где люди меняются знаниями и открытые. Но не всегда это получается, даже у меня. Поэтому я это стараюсь сделать. Я стараюсь сделать нетворк менеджеров, где они открытые, передают знания, вместе принимают решения, помогают друг другу. Потому что… Но это непросто. Опишите идеального менеджера для вас сейчас. Как вы их находите? Можно ли найти такого менеджера на стороне или критически важно его выращивать? Идеального менеджера не существует. Это как идеального спутника твоей жизни. Мы подобрали на рынке 200 человек, которые хотели бы работать в нашей компании. Из 200 человек отобрали 26. Дальше мы их отправляем. У нас есть программа «Вместе с мимом». Половину курса читают наши топ-менеджеры. Финансы, маркетинг. А половину мим. И мы обучаем людей в течение трех месяцев. Новым подходом, новым знанием. Снова же, там есть кейсы, которые они решают. Есть игры, связанные с бизнесом. И мы на протяжении трех месяцев видим, как люди себя ведут. Потому что очень часто, даже на моем уровне, ко мне приходит человек и говорит ровно то, что я хочу слышать. Вот реально, я считаю, что это удивительный человек. Беру на работу, он через три месяца провалится. Он просто говорит то, что надо делать, но сам не имеет опыта. Понимаешь, да? И даже я ошибаюсь. Поэтому мы за эти три месяца видим поведенческие навыки этих людей. Дальше они защищают какие-то программы, какие-то кейсы. Как правило, это уже бизнесмены или менеджеры хорошего уровня других компаний. И мы потом им предлагаем работу в виде менеджера, в виде директора направления, в виде замдиректора. Не факт, что все к нам пойдут, потому что на самом деле мы проплачиваем две трети этой программы, а одну треть проплачивает сам человек, потому что мы хорошая программа. И кому-то они подадут условия, а кого-то мы не сможем пригласить. Сколько стоит программа? Программа стоит в гривнах, по-моему, миллион двести на 26 человек. А люди платят 18 тысяч гривен. И лучших с этих ребят, наверное, 12-15, мы приглашаем себе направление. И уже, конечно, мотивируем, обсуждаем какие-то процессы. Сколько сейчас хороших стартов и зарплаты для такого человека? Это может быть и тысяча долларов, а может быть и три. А дальше привязка к результату? Дальше привязка к результату. А как вы привязываете к результату? Только по прибыльности. Вот, допустим, мы сейчас едем на завод, да, и мы там взяли человека, который будет заниматься продажей. Вот есть прибыльность завода, есть эффективность KPI его. Если человек имеет свой KPI, он выполняет, а завод в минусе, то у него нет привязки ни к чему. Мы же говорим про команду. А люди как на это реагируют? Никак. Ну, то есть мы сразу это говорим, прописываем контракты. Это командная игра. То есть вот если ты видишь, что в соседнем департаменте есть провал, то множество наших людей говорят, ну хорошо, это что не у меня, и в глубине души можно порадоваться. Так это не в нашей команде. В нашей команде нужно закатать рукава, быстренько бежать в соседний департамент и помогать ему быть успешным. И не важно, кто тут получит награду, потому что вы все заточены на результат, но понимаете глубоко процессы. Если вы не понимаете процессы и не заточены на общий результат, то есть да, я заработал 5000 долларов, а сосед мой потерял 15, ну я же хорошо сработал, подожди, вы должны были вместе, вместе. А если человек говорит, да, но я супер специалист, и пожалуйста, вот под меня какие-то специальные условия, вы говорите, извините, до свидания, или... Нет, смотрите. Ну он говорит, ну я же работал великолепно, я же надорвался, я же перевыполнил план, а вы мне говорите, что... Друзья, одни ошибки в соседнем департаменте. Говорит, смотрите, соседний департамент сделал неправильно вот это, вот это, вот это. Это можно было избежать, но я сделал вот это, тут достигнуя, говорю, отлично, парень. Теперь ты отвечаешь и за свой департамент, и за соседний. Покажи результат. То есть вы его поднимаете? Я подумал, он же хорошо сработал? Ну хорошо. Говорит, ну да, получишь бонус, теперь я свой от соседнего департамента. Он говорит, ну отлично идет. Или говорит, не-не, меня это не интересует, меня интересует только свое. Если его интересует только свое, ну мало шансов, что он живет в нашей компании. Нас интересует командная игра. Общий выигрыш и общий проигрыш. И это обеспечивается финансово? Зато если ты заработал 100 тысяч долларов, у тебя 10% бонус, получи свою зарплату, вот тебе бонус. Вот заработал миллион, получи 100 тысяч. Меня вообще не интересует, какая сумма денег. Потому что заработаешь 100 миллионов, так на, получи миллион бонусов. 10 миллионов. Если 100, да, 10. 20 миллионов, извините. Все равно кручу в эту сторону. Тогда 10, Андрей, не имеет значения. Вы говорите про 10% просто как пример или это стандартная цифра у вас? Нет, от 5 до 20%. От 5 до 20% от профита? От прибыли, да. От прибыли компании? От прибыли. На группу менеджеров или одному менеджеру, который руководит проектом? На группу менеджеров, на группу. А на какую группу? А вот зависит. Сколько человек? Да, это зависит. Как правило, есть директор, он подбирает себе команду, и он там говорит 5 человек. Допустим, ты заработал миллион долларов, вы получили 100 тысяч. И вы можете, а, купить себе машину, как мы с тобой говорили, а можете со мной проинвестировать бизнес. И вы сейчас будете со мной партнера, и еще получать 10%. Из этих 100 тысяч можно не забирать? Можно не забирать. Когда к вам приходит потенциальный партнер или потенциальный проект ложится на стол? Практически, я так понимаю, это одно и то же, да? Скажем так, что вы не смотрите проекты без партнеров или партнеров без проектов, да? Я не смотрю проект, где человек, который предлагает, не инвестирует ни копейки денег вообще. Он ко мне не доходит. У меня есть идея, я слышал, это работает, дайте денег, я попробую, я рискну вашими деньгами. Смотрите, не работает. Работает тое. Василий Иванович, я инвестировал деньги, я, наверное, сделал тут ошибку, вот тут вижу рынок, вот тут у меня потребители, теперь на сегодня у меня не хватает средств, не хватает опыта, не хватает связи. Хотите быть моим партнером? Я говорю, на сколько? А вот на 90 процентов? Я говорю, не, не хочу. А на сколько? Я говорю, ну, в принципе, готов на 25, ну, может быть, 50, но не 51. Ты управляешь, я проанализирую сейчас, какие у тебя клиенты, насколько этот бизнес перспективный, дай мне там месяц, и сядем поговорим. И, в принципе, мне это может быть интересно. Окей, а если человек 50 на 50, ну, многие считают, что это патовая ситуация, потому что если у вас возникает какое-то разногласие, то никто не сможет никак перевесить. Как вы работаете в режиме 50 на 50? Если мы 50 на 50, то человек, который управляет, получает 60 процентов от прибыли. Понимаешь, да? А я только 40. Теперь, если... Получает, потому что есть еще 10 процентов управляющего партнера? Конечно, он за то, что управляет. Вот мы проинвестировали по миллиону долларов. Да. И заработали миллион долларов в год, да? То я получу 400 тысяч, а он 600. Я ему за управление даю 10 процентов. Угу. Теперь смотри. Если у нас разногласия, у нас обязательно мы описываем момент выхода. Если мне партнер не подходит, я говорю, слушай, выкупи меня это за 10 рублей. И если он говорит, знаешь, это я не могу выкупить, то он обязан меня за 10 рублей продать. Вот равные условия. Да. И мы расстаемся с партнером. Нету смысла, если у нас уже есть разногласия, выравнивать их 10 лет, спорить там и тратить энергию на какие-то разногласия. Смотри, бизнес должен быть комфортным. Мы идем вперед, растем, принимаем решения, завоевываем рынки, зарабатываем деньги. Мы начали ссориться с партнером. Да выкупили друг друга, разве что если бы он своей дорогой побежал, я своей. А как вы оцениваете этого человека? Если он не с управленцами, понятно. Если вот потенциальный человек, предприниматель и так далее, на что вы обращаете внимание? На его предыдущий опыт. Редко вообще не беру людей, которые говорят, смотрите, я очень крутой управленец, но сейчас год ищу работу, подбираю, я таких людей не беру. Как правило, ищу людей, которые где-то уже работают. Они на своем месте, просто мне надо его больше мотивировать, посмотреть, что он уже сделал, какие он добился успехов. У меня выезжают люди на его старую работу, спрашивают, как он там работал, что он сделал. Спрашиваю менеджера. Из HR департамента? И HR департамента. И безопасность. Проверяют, судим он или не судим, привлекался или нет. HR проверяют, где он раньше работал. Бывает даже, если это топ-менеджер, то я могу позвонить владельцу компании, потому что я много их знаю. Я скажу, слушай, у тебя работал Петров, скажи ему, слушай, крутой чувак, нормальный. Или наоборот, слушай, он тут такие вещи натворил, то я его убрал. Понятно, что тебе человек, который хочет устроиться на работу, тебе это не скажет. Он будет рассказывать хорошие вещи. Поэтому я не стесняюсь, потому что менеджеры – это твое будущее. Я стараюсь, правда, чтобы с менеджера выросли, конечно, партнеры. Это очень важно. Когда они получают деньги и инвестируют в твой бизнес совместный, то это более надежно. Василий Иванович, расскажите мне, пожалуйста, где мы вообще находимся? Мы сейчас находимся в Белоцерковском индустриальном парке. Что меня драйвит, Андрей? Что меня драйвит? Драйвят большие проекты, где они зарабатывают прибыль и имеют очень большое социальное значение. Почему тут социальное значение большое? Сейчас я расскажу про индустриальный парк. Потому что я не хотел бы начинать с завода, который производит резетки. Потому что меня часто спрашивают. Василий Иванович, вы там владели за пару сталью, имеете крупную строительную компанию, а тут резетки как-то мелко. Что такое индустриальный парк? Если Ocean Plaza – это такая платформа для магазинов. А индустриальный парк – это такая же как Ocean Plaza платформа, только для заводов. И мы сейчас находимся в одном из них, но в следующем году их будет 5. А через 2 года их будет 12. А через 5 лет их будет 25-30. Здесь будет создано много интересного инновационного производства. Потому что, когда мы говорим даже про наш завод, то мы применяем все равно новые методики. Если мы увидим, сейчас на аппарате стоит робот, который упрощает и ускоряет все процессы. Да, здесь не будет много работать. Допустим, в этом цехе будет работать, в этом заводе будет работать 50 человек. Ну, 50, в следующем 50, потом 100, 150. В конечном итоге через 5 лет здесь будет работать 2-3 тысячи человек. Этот объект будет зарабатывать деньги и имеет социальное значение для города. А, естественно, и для страны одновременно. Круто. Скажите, пожалуйста, когда мы говорим про стартапы, то все очень часто представляют себе или кофейню, или какую-то небольшую команду айтишников. Почему вы думаете, что сейчас стоит, в принципе, строить заводы? Очень-очень большое преимущество наше, что мы имеем талантливых умных людей. Мы имеем супер локацию. Допустим, если Китай сегодня борется за европейский рынок, то Китай очень далеко. Мы продукцию свою можем довести до Европы за 24 часа на машине и быстрее на самолете. Но от Китая идет продукция месяц. Мы имеем много преимуществ. Поэтому я считаю, что надо прекращать производить сырье. Потому что производство – это экономический рост. Маленькое производство – это маленький, но экономический рост. И когда здесь будет 20 заводов, мне это интересно. Это меня драйвит. Мне кажется, это интереснее, чем даже запару сталь. Просто эти заводы будут связаны с новыми подходами, с новыми технологиями. Предположим, я решу построить завод. Вы меня убедили. Я не хочу связываться с геморроем, связанным с канализацией, водопроводом, электричеством и чем-нибудь еще. Но хочу заниматься промышленным производством. Я становлюсь клиентом индустриального парка. Теоретически, если я правильно вас понял, то вы можете мне предоставить какой-то такой красивый цех. А внутри него я могу делать уже то, что считаю нужным. Правильно я понимаю идея или не совсем? Правильно, но мне не нравится. Я вас убедил. Не надо, чтобы вы пришли, у вас глаза горели, у вас была идея. Вы уже сделали какой-то прототип и у вас не хватало просто денег, у вас не хватало рынка, у вас не хватало связей, может быть знаний, но вы сами драйвер. Если вы драйвер и у вас все, что я назвал, есть, то я предлагаю, конечно, не тянуть, а начинать небольшое производство. Почему небольшое? Вот мы когда строили этот завод, то одновременно пока строилось, мы уже купили термопласт-автоматы, арендовали небольшое помещение, уже выпускали продукцию, видели ошибки, их исправляли. И на момент, когда мы переезжаем уже в цех большой, у нас уже есть полностью вся модель – качество, себестоимость, количество, спрос, клиент. Поэтому, что бы вы ни делали, начинайте с небольшого. Я сейчас понял, что не надо ждать, пока к нам придут инвесторы. Надо брать украинских предпринимателей, пускай они делают свои стартапы, и все равно производство – это маленький стартап. Это хороший стартап. Да. Кстати, хочу сказать, что если вы делаете технологичный стартап, допустим, делаете IT-стартап, то там потеря 100%. Потеря будет 100%, если вы ошибетесь. То есть вы можете 3 года получать инвестиции, потом у вас что-то не склеится, и все умноженное на ноль. То в промышленном стартапе это не так. Даже если вы решили производить ботинки, допустим, обувь, и вы купили оборудование, вы купили кожу, и у вас что-то не клеится, так это все не сгорает. Все равно продукция есть на складе, ее за что-то можно продать. Это менее рискованно. То есть вы потеряете, но не 100%? Не 100%. То есть есть какая-то страховка процентов 20, 30, 50? Точно. Я думаю, процентов 70. Это страховка, что если вы проинвестили 100% денег, допустим, 100 тысяч, и у вас не получилось, то вы все равно 70 тысяч можете вернуть. Для нас важно, чтобы в этом парке клиент был защищен, чтобы он имел новые технологии, чтобы мы ему помогали продавать продукты, чтобы он был успешный. Мы еще как управляющая компания будем подталкивать человека к успеху. И вы можете взять здесь участок, имея все коммуникации, просто построить себе завод и, пожалуйста, стройте и работайте. Второе, мы строим такие заводы, и вы можете взять цех 500 метров или 1000 метров, платить нам аренду. Сколько метров? Здесь 3000 метров. В этом цеху? Да, это довольно большое предприятие. Для среднего бизнеса, конечно, это не крупный завод. А сколько стоит построить, например, такое здание 3000 квадратов? 3000 квадратов под ноль будет стоить где-то миллион 300 долларов. Но преимущество этого здания, что оно построено по зеленым технологиям. Мы применяем Бриам и нас сопровождает все по зеленым технологиям. Оно строится по европейскому стандарту и мы получаем сертификаты европейского стандарта. То есть, если у вас продукция только на украинский рынок, это нам менее интересно. Наша задача, чтобы вы начали с украинского рынка и дальше потихонечку и шли в Европу, и шли в мир. И поэтому мы сразу строим по европейскому стандарту, мы даем вам сертификат. После этого вам надо продукцию сертифицировать в Европе и продавать туда. Хорошо. Ну вот, например, в компании Federif, у нас сейчас есть три направления. Одно связано с агентством, там где мы делаем большие бренды. Второе связано с образованием и вдохновением. А третье, мы хотим развивать инвестиционное направление, когда мы входим точно так же, как инвесторы и являемся инициатором какими-то стартапов. Да. Если, например, у нас есть 100 тысяч долларов и мы хотим попробовать сделать маленькое производство, что вы нам можете посоветовать? Если просто любое, то мы можем с вами пойти сейчас в эпицентр и посмотреть продукцию, которая не выпускается в нашей стране, а которую поставляют экспортеры. И я вам хочу сказать, я уверен на 99%, потому что надо смотреть продукцию, да, что мы можем это начинать выпускать, это будет дешевле и качественнее, мы сразу завоюем рынок. Поедем, выберем идею. Так, ну что, Василий Иванович, где розетки? Не знаю, сейчас нас проведут. Вот хорошо, коврики для машин. Кто производит? Импортер. Линк Жоу Джао Сан Мэн Чжэнь Цинь Кайнер. Ну, Андрей, это китайский коврик для машин. Понимаешь, они сделали в Китае это на пресс-форме, да, просто выдавили с резины. Скажи, пожалуйста, мы что, не можем делать такой коврик для машин? Это вообще примитивная производство, это прессованная. Мы подошли, первая попавшаяся. Органайзер в багажник. Судя по бренду, Китай. А давай, Слушай, давай лучше с тобой попробуем найти украинского производства что-нибудь. Львовская область, пожалуйста. Ого! А, производитель Великобритания. Ну, насосы делает. Да, Великобритания. Иностранцы нас рассматривают только как рынок сбыта. А мы должны быть производителями. Так, трос буксировочный. Вырубник, пожалуйста, Одесса. О, это хорошая новость. Вот, вот Одесса. Это хорошо. Губка для автомобиля. Китай. Китай. Смотри, это стоит недорого. Да. Но по объему оно не маленькое. Не маленькое. Вес на цену. Поэтому транспортные расходы снимает... Великобритания. Производитель. Знаешь, Великобритания производит эту вещь. Где средний заработок рабочего где-то 3-4 тысячи долларов. Плюс налоги. Плюс металл. Они это сделали и нам поставили. Вот скажи, мы что это... Опять Великобритания. Не можем производить это? Скажи. Китай. Тот же Китай. Так, резинки для багажника. Китай. Китай. Здравствуйте. 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 Доброго дня. Так, скажите, будь ласка. Что из этих продуктов является украинской производством? На жаль на данный момент украинского производства продукции немало. То есть вообще немало? Нет. То есть вот эти электрофарнитуры вообще не мали? Фарнитуры немало? В фарнитуре немало. А почему? Мы не можем сказать точно, вот, какие важны, чему самая производитель не хочет заниматься данным бизнесом. Но, на жаль, пока еще немало. Найбільше фарнитуры продают у нас производители в Турции. 50%. Где-то 35-40%. Это приходит фарнитуры с Европы. И 10% с Китая. Потом я говорю, в Турции растет 6-7% экономика в год. Понятно, они производят, загружают свое производство. Нам продают и имеют валюту. Конечно, тогда она растет. Мы будем расти, когда мы будем производить. А скажите, вот все-таки вот эти... Вы говорите, нету. А вот я вижу украинского производителя. Издалека. Издалека. Желтая. Украинского производителя. Так. Коробочки. Установочные коробочки. На данный момент мы имеем два артикули на них товаре. Товар очень качественный. Мает запись у покупателей. Но, на жаль, пока не полная линейка. А в мае будет полная линейка. Для этого. А розетки, когда вы будете работать? А розетки будете? В мае все будет запущено. В мае все будет. И розетки, и выключатели. И будет украинского производителя. Товариство, Днепр, Шкир, Галантерея. Ну, это неплохо. Пласкогубцы. Смотрим. Бельгия. Причем, представляешь, Бельгия дорогая основная. С хорошими зарплатами, да? Ну, тут и Пласкогубцы. Так нужен. И продукт, на самом деле, несложно. Это что, рулетка? Германия. Мы с тобой сейчас посмотрели 20 видов продукции. 90 процентов. Выбор совершенно случайно, да? 90 процентов произведено не только в Турции, в Китае, а в Бельгии, в Англии, в Немце, где очень высокий уровень. Мы точно это все можем производить. И больше того, у нас, когда мы будем производить, у нас будет дешевле, и мы можем поставлять потом в Бельгию, в Германию и в Турцию, понимаешь? Как вы получаете эту информацию? Таможенных деклараций. Посмотрите, что Украина позволяет на экспорт, что по импорту берет. Давайте посмотрим, что мы производим. Сравним таблицы и скажем так. Вот это мы производим, но этого не хватает. Мы сейчас здесь производим электрофурнитуру. И она 95 процентов идет за рубежа. Но нет вариантов, чтобы мы, применяя высокие технологии, применяя линь технологии, имея эту локацию, имея наше талантливое управленческое звено, чтобы мы сделали дороже, чем китайцы, которые сегодня зарплата по 700-800 долларов, они должны там затаможить, доставить по морю, тут растаможить. Они не могут с нами быть конкурентны. Наша задача через время поставлять в Китай. Хорошо. Если, допустим, мы выбрали любое направление, не знаю, что-то для штукатуров или, не знаю, какие-то мешки или... Крутая. Сразу пример привожу. Пришли ко мне ребята и говорят, Василий Иванович, хотим с вами что-то сделать. Вот у нас есть производство, оно очень понравилось, как вы мыслите. Мы также мыслим. Давайте что-то сделаем. Я говорю, слушайте, ну давайте что-то сделаем. Если у вас есть производство, вы реально уже успеха не гордит, ну а что можем сделать? Я говорю, пойдите, пожалуйста, в эпицентр, посмотрите, что мы не производим. Приходят через неделю и говорят, не производим валики. Я говорю, ну отлично, давайте бизнес-план. Если мы не производим, вы инвестируете деньги в я, мы точно можем это производить. И хочу сказать, На прошлой неделе они были с новыми валиками. И мы увидим совершенно новый продукт, который мы проинвестировали, я по-моему, 70 тысяч, они 40, сделали производство. И это может быть производство, которое будет выпускать валики, кисточки, какие-то помазки для штукатур, для маляров. Но снова же, задача не только произвести для украинского рынка, а сразу сертифицировать и поставлять в Польшу, в Румынию, в Болгарию. Нам надо мировой рынок. Круто. И вы считаете, таких идей и таких ниш на рынке 10, 50, 500, сколько? Тысячи. Просто бери и делай. В основном бизнес боится, он боится, а вдруг у меня не получится, а вдруг это не так склеится, а потом он хочет сразу сделать много. Так не надо много. Как только вы начали одно производить, у вас сразу открывается ниша возможностей сопутствующих материалов. Дело в том, что в розетке есть до 30 составляющих. И если мы покупаем розетку в Китае, то эти все 30 составляющих производятся в Китае на разных заводах. Если мы покупаем розетку в Украине, то все эти 30 составляющих производятся в Украине. Там пружинка, соединитель, штекер на совершенно разных заводах. Вот где большая составляющая социальная. Потому что один завод Винницкий производит, один завод Нивки производит. И сейчас у них получился, я им дал спрос. Они начинают поднимать свое производство. Понимаете, да? То есть любое производство в Украине подталкивает следующее производство. Хорошо. Вопрос. Я просто буду дотошным. Давай-давай. Для того, чтобы зрителям было понятно. Вот этот перекос, экспорт, импорт по таможенным документам. Где эту информацию можно взять? Она в открытом доступе? Или это надо где-то купить базы таможни? Или прийти на таможню? Что делать? Она у меня есть. Как любят говорить журналисты, проснулся утром под дверями вся таможенная база. И я могу ее выложить в доступ. Потому что это не секретно. Если это поможет предпринимателям найти свою нишу и начинать производить что-то, я буду счастлив. Давайте так. У нас есть проект Суперлюди, который активно развивает. Дайте нам эту базу, мы ее выложим. Скажу, посмотрите, что где дисбаланс, чего мы производим больше, и что не производит Украина. Начинайте это производить. Осторожно, маленькими партиями. Потому что любое начало будет сложное, будут ошибки исправлять. Идти вперед. Вот я хотел уточнить. Хорошо, я выбрал условно валики. Да. Или давайте возьмем, поскольку валики вы уже сделали, скажите любой другой. Я не знаю, плоскогубцы могут быть? Могут, почему нет. Пусть будут плоскогубцы. Я решил сделать завод плоскогубцев. Куда мне дальше идти? Мне надо ехать куда-то в Европу на выставку, смотреть оборудование. Или идти в интернет, спрашивать, как произвести плоскогубцы. Как действовать человеку? Плоскогубцы состоят из металла. Правильно? То есть, должно быть какой-то принципиально новый подход металлообработки. Где это будет дешевле, лучше и быстрее. Больше того, сначала надо точно проанализировать западных поставщиков. С чего они делают? Где они покупают оборудование? Как они делают? Какие у них затраты? Как вы это делаете? Какие они зарабатывают? Это простой исследователь. Закажите исследование или посадите менеджера. В конце концов, поедьте на завод, который делает плоскогубцы в Польше. Посмотрите это. Да, это займет у вас. Вы на это потратите, наверное, 2000 долларов. Но лучше начать с исследования. Вы провели исследование. Дальше выбор оборудования, выбор локации. Кого нужно найти? Нужно ли найти технолога до поездки? Вместе с ним уже ехать? Интересный кейс про оборудование. Я вам хочу сказать, потому что мы сейчас видим оборудование. И у нас 70% китайского оборудования, а 30% немецкого. Зачем немецкое и китайское? Понятно, что мы хотим уменьшить затраты. Китайское оборудование, да, по качеству чуть хуже. Но намного дешевле. Поэтому мы покупаем на какие-то внутренние вещи, которые качество неплохое, но не требуется сильной точности. И делаем его на китайское. А лицевую часть, которая требуется сильной точности, красота, и как бренд поддерживаем. Мы покупаем немецкое. А теперь как мы покупаем? Вот допустим мы купили один аппарат немецкого оборудования. То следующее мы имеем 20% скидку. Бывает немецкая компания выставляет свое оборудование на выставках. И вот когда этот новый аппарат побывал на выставке, им не хочется везти обратно, они еще дают 30% скидку. И мы сейчас видим немецкое оборудование, которое мы купили по цене китайского, новое. Потому что мы имели 20% скидку уже на заводе. Завод делал выставку, привез новый аппарат. И мы сказали вам все равно везти его обратно. Дайте нам скидку. Они нам еще делали 30% скидку. Откуда взялось? Просто вы торговались? 20% обычно, если вы купили новый, одну. Вот если вы хотите купить 5 аппаратов, предлагаю купить одну сначала. Дальше на следующий продукт у вас будет скидка, а вы еще на 5 сделаете еще больше. Потому что людям не дают скидки, если они не покупают. Ну вы не покупаете, просто узнаете, и вам сразу дать скидку сложно. Потому что тогда получается, что цену вы уменьшили, а человек не купил. И уже на рынке ходит, что цена упала. Когда вы купили первый аппарат, когда вы купили первый аппарат... По базовой цене. По базовой цене, то они понимают, что вы реальный клиент. И сразу говорят, о-о-о, следующий аппарат, мы дадим вам 15-20% скидка. Мы так работаем, мы ищем любую возможность, чтобы наша продукция была дешевая и качественная. И нет вариантов. Если у нас продукция дешевая и качественная, и еще правильно брендирована, мы точно успешны. Скажите мне, пожалуйста, все-таки существуют ли какие-то финансовые или количественные KPI по оценке, которые заставляют вас отказаться от проекта или согласиться на проект? На производстве, если у вас прибыль меньше 20%, не начинать. То есть вы имеете в виду от отпускной цены? От отпускной цены. То есть отпускная цена у меня минимум 20%. Почему? 20% это уже именно прибыль-прибыль. Прибыль-прибыль. А в основном 25% у меня. Вот здесь у меня 25%. Почему? Смотрите, какая штука. Вот, допустим, пластик мы покупаем за рубежа. Мы покупаем за доллары. Вот на инфляции мы очень гибкие. Если вы работаете на 8%, то инфляция пошла, и вы уже в ноль. А чуть больше рынок продукции откатывается со временем. То есть был курс 20% за гривну, стал 28%. Представляете, да, инфляция? Да, есть задержка. Вы покупаете в долларах или в евро частичную сырья. Мы пока все остальное покупаем в Украине, а вот пластик за рубежом. И если мы это не считаем, если мы на 20%, то мы все равно, так, ну, это нонсенс, когда экономика прыгает на 20%, на 30%. Такое редко бывает. Ну, 5, 7, 10, такое бывает, такое в мире мы видим в разных странах. Поэтому мы должны считать, что будет инфляция, и мы покупаем по импорту сырье, и 20%, если меньше, я не рассматриваю. Окей. А в целом по вашим инвестиционным проектам какой, не знаю, возврат на капитал или срок возврата инвестиций? На что вы смотрите? А вот, смотрите, мы считаем, вообще нас проекты 7-10 лет. Вот если брать Юнит-Сити, то первые 3 года убыточные. Третий год выйдет на самоокупаемость. Четвертый, пятый будет заработать. Но этот проект будет приносить долго. Мы, можно, люди говорят, о, 3 года не окупается, мне неинтересно. Ну, во-первых, таких проектов мало. И, как правило, это очень рисковые проекты. Я, я проекты рассматриваю 7-10, бывает 15 лет. Срок возврата вашей инвестиции? Нет, срок возврата инвестиций средний у меня 6-7 лет. 6-7 лет. То есть, фактически, это там в районе 15-17%. А дальше он еще работает, работает, приносит, приносит прибыль. И самое интересное, что потом прибыли он приносит непропорционально. Он приносит больше и больше и больше. То есть, грубо говоря, вас интересует не столько быстро вернуть в первые 3 года, сколько иметь стабильный генератор через 5-7 лет, который будет потом зарабатывать еще больше. Теоретически, я и не против, если бы я за 2 года заработал деньги, а потом оно больше и больше зарабатывало. Но это сказки. Такого нет. Больше того, мы заработали какие-то 3 копейки, мы купили новое оборудование, потом новое оборудование, потом то отремонтировали, сделали свою технологию, проинвестировали сюда деньги. И, наверное, через реально вытаскивать деньги мы можем получать обратно через 5-6-7 лет. Хорошо. Вот вы сейчас в скольких бизнесах участвуете? Не знаете, много бизнесов. Да, я знаю. Вы помните, сколько у вас бизнесов? Как инвестиционная компания. Я не знаю, как считать. Вот, допустим, мы инвестируем в недвижимость. У нас есть компания UDP. Это один бизнес или 12 площадок, которые мы строим, это 12 разных бизнесов? Хорошо. Сколько у вас направлений, если мы считаем, что один? Думаю, где-то 15-17. Если мы возьмем классическую рабочую неделю, то она считается 40 часов. Да. 40 разделить на 17 – это примерно 2 часа на один бизнес в неделю. Каким образом вы строите управление? Как вы ухитряетесь разобраться в том, что в розетке есть пружинка, а в валике наклейка, если у вас так много направлений? Во-первых, мне интересно разобраться в процессах. Это у меня драйвинг, мне интересно, как оно работает, с чего состоят мелочи. И когда я смотрю, допустим, бухгалтерию, я стараюсь влезть в каждую цифру. Во-вторых, не жалейте денег на это. Мотивируйте управленческий персонал так, чтобы их это драйвило, они сами на себя брали ответственность и бежали вперед. И я стараюсь всех своих менеджеров пустить в долю. И стараюсь отдать условия, чтобы они деньги, которые они заработали, проинвестировали в этот проект. И тогда у вас будет очень много свободного времени. Реально у меня, допустим, вот Жуляна, представляете, какой мощный, ну, реальный аэропорт. Представляете, сколько там разных сложностей, направлений. У меня там есть управленец, очень такой сильный, ответственный парень. И когда я у него спрашиваю, а как дела? Он говорит, ну, какие-то проблемы есть, но оно тебя не должно касаться. То есть я могу только посмотреть раз в год баланс и посмотреть кредиторскую, дебиторскую задолженность. Мотивируйте людей так, чтобы они брали на себя ответственность. И вам не надо будет по два часа на каждом пункте сидеть. Это не нужно. И прощайте ошибки. То есть если человек хотел как лучше, ошибился и потерял деньги, так это не страшно. Страшно, если он два раза делал одну и ту же ошибку и два раза потерял деньги. Вам надо думать. Круто. Скажите, пожалуйста, если мы говорим о строительстве заводов, технический персонал, технологи, руководители производства, какие-то люди, которые работают, не знаю. Есть особенности в найме, в отборе по сравнению с тем, как это происходит с собственными сотрудниками? Есть. Так, скажу. Это реально проблема. Очень много хороших, толковых людей, технорей уехала работать за границу. И, конечно, нам надо уже учить новое поколение технических работников. Но почему мы выбрали Белую Церковь? Очень много было производства. Очень много. Которое или в плохом состоянии что-то закрылось, а что-то еще работает. И поэтому технический персонал здесь еще есть. Но мы обучаем. У нас есть свой РНД-центр. Мы берем более молодых и через время их доводим до хорошего качества. И рассчитываем, если здесь начнется экономический рост. Допустим, представляете, если мы построим 30 заводов Белой Церкви, будет работать там 2-3 тысячи человек. То и будет персонал. Люди будут стараться обучиться. Им будет интересно, потому что будет хорошая зарплата. Кстати, хочу сказать, что такое хорошая зарплата. У нас средняя зарплата здесь 10 тысяч гривен. Да, есть люди получают по 20, там супер какие-то. Ну, есть, наверное, самое дешевое, это 8. Но 10 тысяч гривен, это уже там 400 долларов. Я думаю, через время, ну, будет повышаться. Что такое 400-500 долларов? Человек уже будет думать. Надо ему в Польшу ехать за 1000 евро работать. Или за 500 здесь, потому что там квартира дороже. Там локация другая, доезжать надо. И это уже как раз выбор у него будет. Наша задача, чтобы наши люди не уехали толково, а остались здесь. Если говорить про экзиты, когда вы понимаете, что вам нужно выходить из проекта? Всегда. Вот я такой человек, ну, теоретически. Завтра пришел человек и говорит, все, отлично, вот сколько вы хотите заработать. И дает мне хорошую цену, я это продал и рядышком строю другой завод по другой. У меня идей тысячи. Я хочу поделиться с вами. Мы сейчас строим новый завод, новый завод, уже оборудование приходит. Это на самом деле не металл. Это новая смесь, которая делается сначала с песка, потом делается нитка, потом добавляются всякие смолы. И это балка, которая прочнее металла, которая нержавеет и дешевле. Мы строим рядышком новый цех, это будет новая производство. Сколько стоит оборудование, например, для таких балок? Так, 90 тысяч долларов, два станка и стоит еще пресс-формы. Потому что пресс-форма определяет, можно делать такую продукцию, можно такую продукцию делать. Но это все не сложно. На самом деле это все довольно просто. Задача здесь, вернусь, построить таких 30 заводов. Инновационных, интересных, то, что в мире уже производится, а мы только покупаем. Круто. Вы сказали, что он даст хорошую цену. Что для вас, как вы определяете, справедливая, хорошая ли цена для выхода? Считай экономику свою. У меня такое было пару раз, людям надо было помещение. Я даже сидел в одном офисе. Ко мне приходит человек и говорит, нам срочно, мы выезжаем с одного офиса, закончился контракт, мы хотим купить твой офис. Мы тебе даем вот столько-то, столько-то. Я посчитал на конкурентов, я говорю, я заберу, можно только вот этот чемоданчик и вот эту картину. И уехал. Все, это бизнес. Очень важно, Андрей, это было 10 лет назад, очень важно не влюбляться в свой бизнес. Если это бизнес, можно любить родину, можно любить даже свой личный дом, можно любить друзей, жену, детей. А бизнес, это только бизнес. Если тебе дают хорошие цены, нет вечного бизнеса. Вот я хороший пример, хороший пример хочу привести. Мы когда строили общем плазу, мы еще и не строили, мы уже сделали красивые макеты, выставляли на Мепине. И к нам подошел человек и говорит, слушайте, какой крутой объект. А скажите, почему аренда? Мы говорим, о, мы где-то аренду будем давать по 50 долларов. Он говорит, а продать? А мы говорим, да нет, продать? Зачем продать? Это вечный бизнес. Он говорит, ребята, бизнес определяется деньгами. Основа бизнеса это деньги и прибыль. Если вам хорошую цену дают, продавайте, нет вечного бизнеса. И мы сейчас видим, что Баффет продал все свои ритейлы. Он говорит, мир ритейла сокращается, новые технологии давят, что люди через интернет уже покупают больше и больше. Мне этот бизнес не интересен. Так вот, прошло 10 лет, и он тогда, у него было лет 70, он тогда это видел, представляешь? Поэтому все, что мы не делаем, если это бизнес, мы должны его вовремя продать и не бояться. А как вы относитесь к теории про семейные компании, про передачу бизнеса из поколения в поколение? У вас же есть дети, много? Я лично отношусь к этому так себе. Не очень хорошо. Почему? Расскажите подробнее. Я не хочу. Смотрите, если брать ребенка до 7 лет, у ребенка зарождаются его таланты. Просто надо его поймать и продвинуть. Я не знаю, какие... То есть я не совсем понимаю точно, насколько я знаю, какие таланты моих детей. И если ему захочется заниматься не моим бизнесом, а чем-то другим, то я его буду подталкивать, я его буду стимулировать. К чему у него есть призвание? Потому что если он хочет быть художником, а я буду заставлять работать на станке, это сломает его жизнь. То есть основная цель моя, чтобы он был счастливый, понимаете, да? Что я делаю для своих детей? Допустим, у меня есть старший сын, и я ему реально, я ему в 20 лет не помогаю финансово. Он делает бизнес сам. Не помогает ему? Вообще. Ни одной копейки в 20 лет не дал. А кредитовали его бизнес? Один раз под 10%. Как я беру, так и ему отдал. Смотрите, важно, чтобы мой ребенок нашел свою нишу сам, сам ошибался, сам делал выводы и сам делал следующий бизнес. А в какой сфере он работает? И он не работает в моей сфере вообще. Что он сделал? Допустим, он открыл, взял в аренду магазин в Общенплазе и сделал там игровой центр для 3D игр. И я ему говорил передать, я говорю, сынок, не делай то, что тебе нравится, делай то, что приносит прибыль. И на самом деле через полгода он его закрыл, потерял на этом 5 тысяч долларов. Я говорю, смотри, ну ты получил теперь навык, ты получил свой опыт. Потом он сделал такой стартапчик. На самом деле он работал где-то 2 года на зарплату, довольно маленькую, да? Это был такой для него вызов, чтобы он понимал, как зарабатываются деньги. Потом он сделал стартапчик такой с другом, это подзарядное устройство в ресторанах. Конечно, многие отказывали, я говорю, смотри, я знаю владельцев сетей. А он говорит, пап, ты понимаешь, это же будет искусственно, это будет твоя прибыль. Давай мы сами дойдем, мы сами будем мотивировать, предлагать всякие новшества. И это правильно. И, допустим, у него есть успешный бизнес и есть и неуспешный бизнес. И это его решение. И, в конце концов, он должен создать свой бизнес, сам быть успешным и не рассчитывать на меня, на мой бизнес. Потому что я играю в свою игру, он в свою. Я, кстати, не думаю, что я оставлю наследство своим детям. А что вы ставите им? Знания. То есть вообще не будет наследства? Я вообще, пока в планах у меня нет. Вот поймите, ценность, когда человек деньги зарабатывает сам. У меня младший сын пошел работать в кафе, в юнит-кафе. Сколько ему сейчас лет? Ему сейчас 11, это 9 лет было. И вот он проработал 2 часа, ему заплатили 100 гривен. Я прихожу его забирать. Там он мыл посуду, разносил меню, гречку перебирал. Ну, ребенок, 9 лет. Я ему прихожу забирать, я говорю, сынок. Он говорит, пап, а купи сок. Я говорю, сынок, ты же заработал 100 гривен. Он купил, но 18 гривен стоит. Купи ты. Это же мои деньги. Понимаете, да? То есть он считает по-другому. Это заработа на его деньги. А мои это типа воздушные. Так вот, они должны сами зарабатывать деньги. И чувствовать каждую копейку. Человек, который не ценит доллара, он не будет ценить миллион. Круто. Скажите, пожалуйста, вы сказали такую фразу. Делай то, что принесет прибыль, а не то, что тебе нравится. Нет, смотрите, редко. Но это может совмещаться, да? Ну, то есть я имел в виду, что вы должны считать, как бы... У меня один парень, снова же, это реальный кейс. Он все время ездил по дороге и хотел покушать. Дорога длинная под Киевом. И не было там ресторанчиков. И он решил, говорит, смотри, хорошая идея. Ты знаешь, я теперь, значит, таких же, как я, много. И он построил ресторан. И потерял там все свои, ну, как бы все свои деньги. Потому что, парень, от того, что ты хочешь кушать, это не значит, что все в этом месте хотят кушать. Сделай исследование, посмотри, сколько человек готов потратить. Какая там трафик, кто там ездит. Все надо четко считать. То есть он так посчитал, что для него будет удобно, значит, для всех это работает. Просто взял и построил ресторан. Он на 30% заполняемости, он через время его закрыл. И просто даже сейчас стоит закрытый ресторан. Просто его нельзя уже сдать ни под склад, ни под штуку. Просто сейчас очень распространенная теория. Она идет с запада. Например, слоган VWorca, который очень глобальный стартап. Do what you love. Есть теория, делай то, что ты любишь. Есть теория, что сделай свое хобби своим бизнесом. Вы по-другому считаете? Смотрите, вот это такая опасная вещь, что ты сейчас сказал. Очень опасная. Я знаю, я знаю. Я же из жизни. Много лозунгов. Вы зайдите в интернет. Бросай работу. Начинаю зарабатывать миллионы. Это все красиво звучит. Это к жизни очень мало имеет отношения. То есть ты, будем так говорить. Я смотрел одного профессора, который говорит, читает лекцию студентам, выпускникам, института очень известного. И он говорит, смотрите, если вам работа не по душе, если не нравится, сразу бросайте. Это ничего не стоит. Я когда учился, я бросил пять направлений. Я пошел на физику, думал, физика крутая. А через три месяца понял, что это не мое вообще. Потом пошел на математику. А через три месяца понял, что не мое. Мне сейчас 45 лет. Да, я не богатый человек. Да, у меня жены нет, у детей. Но мне нравится читать вам лекции. Андрей, перевожу. Он думал, он пошел сначала на физику. Думал, это клево, это пробирки. А потом, когда столкнулся с сложностями, то он сдался. И пошел на биологию, думал, там бабочки. А там реально надо разбираться в формулах. Наверное, надо много работать. Он еще сдался. И он все время ищет любимую работу. Я тебе скажу так. Любая работа, любимая, если ты добился в ней успеха. Если ты круто работал, если тебя начинают уважать люди, если ты начал зарабатывать деньги, чем бы ты ни занимался, ты искаешь через время, это любимая работа. А когда человек приходит ко мне на работу, вы знаете, я тут поменял 10 работ, я ищу то, что у меня драйвит. Я, может, у вас найду. Да не найдешь, чувак. Ты не найдешь. Может, ты столкнулся с сложностью и сдался сразу. Поэтому я к этому осторожен. Если ты очень прагматичный, если ты настойчивый, если ты все время учишься, креативный, ты за любую работу возьмешься, через 2-3 года ты будешь крутой и будешь говорить, это мое. А если ты сдастся, потому что ты сидишь на работе, смотришь на часы, когда это закончится, чтобы побежать домой, Андрей, любая работа будет нелюбимая. Всю жизнь будешь в поисках. И закончишь жизнь неудачником. Круто. Вот вы очень жизненный человек. Вот если попытаться вот эти вот законы жизни, которых очень много, свести к 3-5 главным жизненным, не знаю, тому, как устроен мир, тому, как вы живете, как вы строите свою жизнь. Можете ими поделиться? К законам? Да. Андрей, у каждого свои. То есть я ищу баланс между семьей, между друзьями, между свободным временем и работой. Да, я работаю 10 часов. Ну, допустим, в воскресенье я не работаю. Я в воскресенье все время с семьей. А в четверг я с женой иду в ресторан. Обязательно занимаюсь с сыном теннис. Старший сын каждое воскресенье приезжает ко мне, мы играем с ним в теннис. Ну, и обсуждаем что-то, занимаемся спортом. Я дорожу в семье, я дорожу друзьями. У меня есть друзья, которые, я дружу с ними там 45 лет. 45 лет. 45 лет, и они работали у меня в компании. Только в прошлом году они вышли уже на пенсию или занялись своим делом. Мы проработали вместе, представляете, 30 лет. И хочу сказать, что меня драйвит работа. Я не могу остановиться, новые идеи. У меня все время ищу новые идеи, стараюсь их сделать, что-то построить такое необычное. Или необычное, или большое. Я, по-моему, 5 лет назад брал у вас первое интервью. И там был первый вопрос. Я скажу нашим зрителям, что я спросил у вас, почему у вас получилось. А вот ответьте на него сейчас. Почему у вас получилось? А что получилось? У меня после этого многое не получилось, и многое получилось. Но в целом у вас получилось. Потому что я ищу идеи, ищу партнеров, нанимаю самый хороший профессиональный менеджмент. Я сам вовлекаюсь, учу свою команду и сам учусь. И не боюсь ошибаться. И, Андрей, напоследок хочу такую вещь вам сказать. Может, это будет интересно нашим зрителям. Вот представьте себе, ну не только вы, а все, кто нас смотрит. Представьте, что вам 80 лет. Вот представьте вам. О чем вы думаете в 80 лет? О чем вы жалеете? Скажите. Ну, что где-то в чем-то, возможно, не рискнул. Или не начал что-то чуть раньше, чем мог бы. Я вам скажу, о чем вы будете жалеть в 80 лет. Вы будете жалеть, что вы упустили возможности. Да, не рискнули, не стажали какое-то свое дело. Вы точно будете жалеть, что вы мало уделили время родителям, которых, наверное, в то время уже нет. Вы точно будете жалеть, что вы мало путешествовали. И, может, даже вы будете жалеть о какой-то любви девушке, если девушка, а мальчик, о которой вы могли бы сделать семью, но потом решили подумать, отставили и упустили свою возможность. Это вы будете жалеть в 80 лет. Но парадокс жизни в том, что вам не 80 лет. Вы все это можете применить с сегодняшнего дня, прямо сейчас. Не тряпе время. И вы в старости должны только думать, что у вас все клево получилось. Делайте свое дело. Идите к родителям, потому что их когда не будет, это очень большая ценность. Как вы к ним относитесь, так и ваши дети к вам будут относиться. Путешествуйте и сохраняйте свою любовь. Это мой совет на последнее время. Круто. А 6 лет назад Василий Иванович сказал, что если меня спрашивают, почему у меня получилось, люди, у которых тоже получилось, я им честно говорю, потому что я работаю по 10 часов в день, потому что у меня никогда суббота не была выходным днем, что уже там десятилетие, это рабочий день. И просто вкалывайте, и все будет круто. А когда люди, у которых не получилось спрашивать, я говорю, вы знаете, просто повезло. Для того, чтобы им не было обидно. Точно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok